Университет Нью-Йорка объявил о планах вложения сразу миллиарда долларов в свою инженерную школу в Бруклине. Школа должна стать одной из самых современных и хорошо оборудованных в стране. Речь идет о Tandon School of Engineering, находящейся в северной части Бруклина. Миллиардные средства, направляемые колледжу в Бруклине, это, конечно, хорошая новость для тех жителей Бора, кто собирается получать высшее образование, да и вообще для всех его жителей. Другое дело, что студенты, которые учатся в Нью-Йоркском университете и живут в общежитии, платят сейчас в год за это удовольствие уже по 83 тысячи. В университете Нью-Йорка имеется, правда, широкая программа экономической помощи для не самых богатых, но, тем не менее, тем, кто получал помощь в прошлом учебном году в среднем, приходилось истратить на обучение 23 тысячи за год. Университет Нью-Йорка, по сути, самое дорогое высшее учебное заведение в городе, то есть официальная цена на обучение, например, в Колумбии еще выше, но там студенты имеют возможность получать большую финансовую помощь, и обучение им обходится в среднем в 10 тысяч в год, почти в 2,5 раза дешевле. И еще один фактор. Рейтинг Колумбии в последнее время резко упал из-за скандала с подтасовкой ее показателей, а университет Нью-Йорка, занимавший в 2006 году всего лишь 82-е место в списке американских колледжей, в этом году передвинулся на 33-е, и с миллиардным нынешним вложением в инженерную школу, наверное, рейтинг поднимется еще выше. Сегодня в результате интенсивных российских артобстрелов Херсонской области, во всяком случае на некоторое время в Херсоне, полностью прекращалась подача электричества. Отступив на восточный берег Днепра, российские военные подвергают западный берег обстрелам постоянно. Сегодня целями российской артиллерии были семь городов недалеко от Херсона, в первую очередь город Нафтахован, где находится центр энергетической и газовой индустрии региона. Вчера Зеленский говорил, что, судя по всему, российские военные планируют какие-то операции на юге страны, это может быть и создание там максимального гуманитарного кризиса. С отходом из Херсона российских войск, энергетическая инфраструктура города и его коммунальное хозяйство уже были почти полностью разрушены. А сейчас Херсонский регион находится в наихудшем положении из всех областей страны. Из Херсона в связи с опасностью для людей со снижением температур производится эвакуация населения в западные районы. Сегодня были отключения электричества в Запорожье, где система снабжения электричеством тоже была существенно повреждена, а в Киеве объявили о предстоящих периодических отключениях электричества в семисотнях пятидесяти зданий, куда раньше энергия поступала стабильно. Сеть снабжения этих домов в результате воздушных ударов пострадала мало, но теперь в целях справедливости, как объявлена часть, эта энергия будет перебрасываться в другие районы. Сегодня европейские страны объявили, что еще больше расширят поставки Украине материалов, узлов и оборудования для ремонта энергетической инфраструктуры. В последние дни было уже семь таких крупных поставок из Эстонии, Англии, Франции, Италии, Швеции, Словакии и Литвы. ООН сегодня запросила у стран-членов рекордную сумму в 52 миллиарда на гуманитарную помощь. Согласно ООН, перебои с поставками продовольствия и удобрений вследствие войны на Украине, проблемы с участившимися природными бедствиями, последствия эпидемии ковида и опасность экономического спада могут привести к самому крупному глобальному кризису с продовольствием в современной истории. По прогнозу ООН, треть миллиарда человек в следующем году, один из каждых 23 на планете будет нуждаться в гуманитарной помощи. При этом на первом месте в числе государств, в котором нужна помощь, стоит Украина. Агентства ООН доставили гуманитарную помощь на Украине в нынешнем году 13 миллионам человек и добиваются ассигнований на украинскую помощь в следующем году в 6 миллиардов. Администрация Байдена, как сообщили, рассматривает возможность драматического расширения военной подготовки украинских сил. В частности, имеется в виду подготовка 2500 военных в месяц на американской базе в Германии. А до настоящего времени эти программы были на порядок менее масштабными. США подготовили с начала войны несколько тысяч только украинских военных, в основном в маленьких группах, для использования конкретных видов западного оружия. А теперь речь будет идти, по сути, о массовой общей подготовке украинских военных, которые будут, в частности, изучать тактику взаимодействия авиации, артиллерии, пехоты в условиях боев особой интенсивности, которая имеет сейчас место на Украине. На Западном берегу сегодня было новое обострение обстановки, а вокруг сектора газа предпринимались особые меры предосторожности на случай ракетных ударов по израильской территории. Новый виток напряженности имел место после вооруженных столкновений палестинцев и израильских военных в поселке недалеко от Дженина на Западном берегу. Столкновения возникли, когда израильские военные вошли в поселок для ареста террористов и в ходе перестрелки был убит палестинский командир отряда исламского джихада в Дженине, Саади, и еще один из руководящих террористов. Саади нес ответственность за несколько обстрелов израильских солдат, за вооружение террористов и участие в другой преступной деятельности. В ходе рейда были также арестованы три палестинца меньшего ранга. Во вторник на Западном берегу уже были очень масштабные столкновения с израильскими военными, в ходе которых были убиты пять палестинцев. В следующей части о Ламборгини для пересеченной местности и перевозки грузов на крыше. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова